Эстетика в разрезе. С Ольгой Засили. Постоянный участник и спикер – Moscow Breast Media. Я, например, считаю, что Анжелина Нжали сделала себе дополнительную популяризацию. Но ваше мнение как специалиста, как врача, как человека, который занимается этим направлением, нужно делать при БРК-мутации? Да. Нужно делать или не нужно? Потому что ты живешь с бомбой замедленного действия. Взорвется, не взорвется. Ну, в общем, да. Но мы же отлично понимаем. Пациенту 40 лет, пациенту 50 лет или пациенту 70 лет. Ну, наверное, в 70 я не буду делать профилактическую мастектомию. Хорошо, в 30-40? В 30-40, да. А есть статистика? Если установлен диагноз рак молочной железы. Просто профилактическую мастектомию. Не про профилактическую, потому что она сделала профилактическую, потому что у нее… Да. У нее не было. Да. И вот у нас было несколько… Во время Moscow Breast Meeting у нас было несколько презентаций, когда некоторые учреждения московские делали профилактическую мастектомию. И обсуждался вопрос, правомерно это или неправомерно. Кто это может делать, кто не может делать. Есть какое-то специальное согласие на то, что пациентка согласна сделать билатеральную мастектомию с замещением имплантами? Паша, ваше отношение к этому движению? Ну, сегодня я пока негативно отношусь к билатеральной мастектомии. То есть вы бы не удаляли? Нет. Без установленного диагноза рака молочной железы – нет. Знаете, скажу так, еще года четыре назад, даже помню, да, года четыре назад я вообще был против профилактической мастектомии, даже с установленным диагнозом. Был, да. Ну, опять же, потом обучение, литературу, там прочитал, здесь послушал, мнение меняется. То есть сегодня у нас в практике есть опыт выполнения профилактической мастектомии у пациента с установленным диагнозом. Это у нас делается через договорной отдел, вполне официально, там вроде разрешения Росздравнадзора, да, оно хотя было у Блохина, но оно все-таки существует. Но вот делать при первичном обращении в 30 лет профилактическую мастектомию при БРК-мутации пациентке билатеральную, может, тогда еще яичники его тоже удалить? Я не знаю, какое сейчас, вот я про яичники, честно говоря, не слышала. Я знаю, что это как бы делают симультантные эти операции, но вот просто я помню, что это был бум такой вот на теме Анжелины Джоли. Сейчас он немножко поутих, в принципе, вот у наших коллег, которых мы сегодня слушали, они не очень приветствуют профилактическое удаление не при установленном диагнозе, а если есть мутация гена. То есть вероятность того, что он, а какая вот вероятность того, что он выстрелит или не выстрелит? 50 на 50 или 70 на 30? Ну, во-первых, генетики рассчитывают, там же собирается не только смотрится анамнез наличия мутации, да, они же и смотрят и семейный анамнез тоже. И дальше наш отдел персонализированной медицины в лице наших генетиков, они дают риск выше популяционного или не выше популяционного. У них есть свои алгоритмы расчета для этого. Ну, я все равно скажу нет. Я против выполнения здоровой пациентки, выполнения профилактической двусторонней мастектамии. Не хочу. Не готов. Если мы говорим про одномоментную реконструкцию молочной железы, вы предпочитаете ее делать в два этапа, экспандер, имплант или сразу с имплантом? Начинали мы с экспандера. Вот, ну, когда мы только-только начали, я скажу так, страх был. Ну, просто не страх был, недостаточно опыта. Должен быть персональный опыт. Да, страх-то основывался на том, что не было опыта. Поэтому начинали мы с экспандера, но сейчас мы уже там для себя на самом деле выработали свое понимание. Когда мы пойдем на двухэтапную реконструкцию, когда мы идем на одноэтапную, если мы говорим там об имплантах. Наверное, больше сейчас в сторону одномоментной реконструкции. Ну, конечно, есть клинические случаи, когда мы целенаправленно понимаем, что в данном случае мы точно будем делать с экспандером. Даже несмотря на то, что лучевые терапевты иногда возмущаются. Но мы готовим пациентов. То есть, понимая то, что пациент уходит на лучевую терапию, вот как вчера Марина Юрьевна на своем докладе, который вызвал фурор среди именитых наших хирургов, было много вопросов. Мы спускаем экспандеры, готовим пациентов, потом мы сразу же их забираем. Но они к нам довольно регулярно приходят после лучевой терапии, чтобы мы смогли оценить свойства ткани и понять, можем мы начать раскачивать экспандеры или нет. Но в арсенале есть и то, и то. Конечно, если раньше было 10% имплантов одномоментных реконструкций, то сейчас этот процент больше. Это вы затронули замечательную тему, потому что я помню, мы несколько лет назад, это тоже был Москубрест-митинг у Соболевского, в онкоцентре, тогда еще был Давыдов, мы проводили как раз конференцию. И первый день, целый день мы посвятили докладам химиотерапевтов и радиологов. И как-то не было диалога. Вы понимаете, я понимаю, что это было заложено в стенах онкоцентра. Диалога нет между специалистами. И мы поэтому от этого ушли. То есть мы перестали приглашать и химиотерапевтов, и радиологов, потому что у нас диалога не получалось между собой. Каждый дул в свою дуду, несмотря на то, что я просила, мы приглашали даже некоторых специалистов из Франции. Они рассказывали, что мы работаем командой, мы обсуждаем, это, так сказать, все-таки такой клинический подход к пациенту, как к индивидуальному объекту, с которым надо работать. И вот то, что сейчас возродилась эта тематика, кстати говоря, я услышала от наших коллег, было очень много положительных отзывов. И сказали, нет, ну нужно все-таки нас собирать вместе для того, чтобы мы могли действительно друг другу рассказать и найти консенсус, и взаимодействовать правильно, чтобы не мешать друг другу. Я думаю, что на самом деле с того момента, когда вот в судьбе, в книге судьбы прописано было там наше предназначение, человеку, любого человека, да, что стало известно, что он станет врачом, хирургом-мамологом, например, да, или врачом-химиотерапевтом. Мы-то свой путь ради кого и ради чего делаем? Ради собственного имени или ради пациента? В принципе, ради пациента. Ну, если мы работаем ради пациента, значит, мы должны научиться разговаривать друг с другом и слышать друг друга. Вы понимаете, кто-то делает ради пациента, а кто-то через пациента формирует свое имя. Знаете, у каждого свой путь. Давайте так. Да, я с вами согласна. Перед вами у меня был молодой хирург, который сказал, что имидж хирурга нужно формировать и над этим нужно работать. Ну, он абсолютно прав. Я полностью с этим согласен. Только, опять же, пути решения этого вопроса, они разные. Нет, однозначно нет, потому что я считаю, и не только я, наш вообще коллектив, и отделение хирургии молочной железы, и отделение онкологии лекарственного лечения. И вообще наше учреждение, оно заточено под пациента, не под клиента. Я вот, правда, я не считаю их клиентами, мы не оказываем услуги. Нет, услуги я не люблю. Ну, сегодня часто это звучит, даже в тарифе звучит, там, код услуги. Ну, с советского времени мы, кстати, к услугам всегда относились. Да. Но мы работаем, правда, ради пациента. Я утром просыпаюсь, уезжаю из дома не для того, чтобы сказать какой-то, создать свой собственный имидж. Или, там, создать свой имидж кого-то из сотрудников отделения. Я не хвастаюсь, я не ради, там, какого-то красного собца это говорю. Я, правда, искренне считаю, что мы обязаны и должны договариваться между собой и определять правильную тактику лечения только с одной целью. Только для пациента. Остальное, ну, остальное должно уйти на второй план. Ну, если не умеете договариваться, давайте ищите другое место работы. Гором, вот у вас был первый опыт, когда мы записывали, да, операции для того, чтобы их протранслировать на Москву в брестмитинг. Вот скажите, а какими бы вы своими наработками хотели бы поделиться, ну, в следующем году? Наверное, онкопластическая операция. Симметриализирующими одномоментно. А соглашаются пациентки сразу на симметриализирующие операции? Да. Все же зависит от того, как поговорить с пациентом. Какие доводы провести, что объяснить. Но многие соглашаются. И потом мы это делаем еще и в рамках ОМС, то бишь бесплатно, как они любят называть. То есть вы симметриализирующую операцию делаете бесплатно тоже? Ну да. В рамках ОМС? Мне кажется, это не каждое лечебное учреждение может так этим похвастаться. Мы стараемся. Надо об этом говорить. Ну, там есть свои, конечно, юридические вопросы, но у нас пока получается, фонд вроде оплачивает. Ну, это отдельная тема для разговора, как бы, как это все проводить. Ну, да. Да, это такая сложная. Ну, как, в принципе, в нашей профессии, там, любая операция, отходящая от стандарта, уже начинается с сложности. У меня к вам вот вопрос относительно нашего Москового браствитинга. Вот скажите, пожалуйста, ваше мнение. Кто из иностранных спикеров вам понравился? Что вы, может быть, интересное для себя извлекли? Я, правда, не буду выделять никого, потому что интересно, ну, каждый год все равно интересно. Даже если что-то повторяется, ты все равно это в памяти освежаешь, иногда что-то переосмысливаешь. И, ну, хирург же не должен стоять на одном месте. Никто не должен стоять на одном месте. Ну, не в плане, я говорю, что не в плане ни хирургической своей техники, как бы, да, ни в плане, там, здания в онкологии. Он должен постоянно развиваться. И, к сожалению, иногда что-то бывает там, вот в процессе работы забывается, что-то уходит на второй план. Поэтому регулярное посещение, в частности, ну, Московый браствитинга, это была там самая первая площадка, на которой мы оказались, когда вот пошли вот по этому пути, поэтому мы тут ходили там и прямо вот схватывали все. Интересно все. Я не могу сказать, что что-то было неинтересно, потому что даже смотря на работу того же Хаммонда, ну, в голове прокручивается, например, вот я бы это сделал чуть не так. Чуть-чуть. Основа та, но чуть-чуть. Без конкретики я вот сейчас просто говорю к слову. Поэтому те знания, которые здесь приобретаются, ну, они дорого стоят. Эстетика в разрезе. Какой путь у вас был к пластической реконструктивной хирургии? Потому что путь этот достаточно молодой в России, достаточно непростой. И очень много пластических хирургов, с которыми мы работаем уже около 20 лет, пришли из микрохирургии и из общей хирургии. Поэтому мне вот интересно узнать, как вы попали в эту тусовку. История у нас, правда, очень такая веселая, на мой взгляд. То есть, ну, у каждого из нас за плечами, что самое интересное, образование, интернатура и ординатура, и у некоторых даже и аспирантура в федеральных учреждениях. И как-то так получилось, что мы сразу же оказались в отделении опухоли молочной железы. Да. Затянуло. Остались там. А потом, как после окончания вот этого учебного, образовательного процесса, у нас отделение такое, я такую небольшую ремарку сделаю. У нас отделение, у нас три коллеги, три друга, которые вот мы одногодки все. И у нас просто абсолютно идентичный путь развития. Как интересно. Да. Двое это выходцы с института Герцена, один из онкоцентров, Блохина. Закончив образовательную часть, мы все оказались в волею судьбы, вот именно так. Мы все оказались в мамологическом центре, который там всем известен как мамологический центр на Таганке. И довольно там долгое время занимались диагностикой. Вот прокачивали вот именно вот эту часть свою. Потом с реорганизацией в департаменте здравоохранения, когда начали укропнять учреждения, объединять их между собой, нас соединили с Московским клиническим научным центром под руководством главного онколога Москвы Игоря Евгеньевича Ходькова. И тогда было принято решение организовать отделение онкохирургии молочной железы. Руководитель вызвал, спросил, можем ли, мы сказали там да. И мы начали так. Это было вот относительно недавно на самом деле, если посмотреть, это было 5 или 6 лет назад. Вот скоро будет 6 лет. И мы начали свой путь с этого, начали организовывать это отделение. На сегодняшний день мы также вот развиваемся в этом направлении. У нас большой поток пациентов. У нас в день порядка 10-15 операций. Это и онкологические, и реконструктивно-пластические, и эстетические тоже. Работаем интенсивно, активно, развиваемся в этом направлении. Но есть еще куда развиваться. А у кого вы учились в Институте Герцена? У меня в Институте Герцена учитель был тогда Денгей Дмитриевич Пак. Денгей Дмитриевич мы очень хорошо знаем, он до сих пор работает с нами, очень такой уважаемый человек. Но единственное, что он, конечно, по-своему, у него было, как мы говорим, сейчас олдскульное представление о молочной железе и о том, как надо с ней работать. Вот скажите, пожалуйста, а где вы добирали? Потому что Денгей Дмитриевич, он как бы, мне кажется, он был такой достаточно жесткий сторонник мастектомии, с последующей химиотерапией, лучевой терапией и уже с последующим восстановлением молочной железы. Где вы, так сказать, где вы добрали современный взгляд на реконструктивную пластическую хирургию молочной железы? Потому что сегодня, конечно, это, безусловно, одномоментная реконструкция, это отсроченная реконструкция с экспандерами и щадящая, скажем так, щадящая мастектомия с подкожным, вернее, с кожесохраняющей мастектомией, мастектомией с сохранением соска. То есть сейчас, даже вот я не онколог, но то, что я наблюдаю по развитию реконструктивной хирургии молочной железы после онкологии, она все равно изменилась значительно. Ну, она кардинально изменилась, это однозначно. Понимаете? Но это, опять же, история. У каждого это своя история. У нас в связи с объединением, именно с Московским клиническим научным центром, у руководителя до сегодняшнего дня есть такое, скажем так, направление, наверное. Он очень много внимания, даже не внимания, а он дает возможность проявить молодым хирургам. Но при этом он требовательным в плане образования, в плане развития научного. И когда мы вот оказались вот в этой среде, абсолютно для нас новой на тот момент, мы были, ну, прям, были вынуждены для того, чтобы там соответствовать этому уровню, читать, смотреть, ездить. На тот момент это были московские, российские конференции. Мы ездили и прямо с жадностью все это выслушивали. Потом у нас в учреждении, там, спустя абсолютно небольшое время появился замдиректора по онкологии, Людмила Григорьевна Жукова, тоже, которая пришла из института Герцена. И вот она начала нас прямо вот прокачивать в плане вот онкологического направления. Вот именно прокачивать, потому что требования у нее не меньше, чем у директора. И опять же, чтобы не отстать от всего этого и соответствовать, то есть вот мы прямо набирали и набирали. Мы стараемся на сегодняшний день соответствовать мировым тенденциям в плане развития онкохирургии молочной железы, что касается и одномоментных реконструкций, и отсроченных, и с использованием имплантов, и аутотканей. Ну, правда, это, конечно, требует очень много сил с нашей стороны, но двигаемся. У вас три человека в отделении, и вы делаете 15 операций в день. То есть на каждого приходится по 5 операций. А как вы делите корону, расскажите? Какую корону? А кто делает лучше? Кто делает лучше одномоментную реконструкцию? Кто делает? Или у вас нет такого разделения? Мы давным-давно договорились. Да. У нас есть договор, который до сегодняшнего дня не нарушается. Мы договорились о том, что если у нас возникают какие-то вопросы друг к другу, мы их озвучиваем. Ну, для понимания. Это такой мужской договор. Да. Просто, чтобы вы понимали, у меня нет, как у руководителя отделения, у меня нет своего кабинета. У нас один кабинет на троих. До сегодняшнего дня и так будет. У нас этот договор есть, мужской, правда. И мы до сегодняшнего дня просто ему следуем, исполняем. И если у кого-то есть какие-то вопросы или непонимания, то лучше его озвучить в зародыше, чем вот это копить внутри себя, и потом в какой-то момент это все выплеснуть, а потом у собеседника будет не то настроение. Нет, это же потом заворачивается, как буря, все в этом. Нет. Получается. То есть у вас нет разделения, что кто-то специализируется. То есть вы делаете равноценно все операции, каждый. Ну, да, во-первых, это так. Во-вторых, если кому-то нужна какая-то помощь, ну, это нормально. Мы обычно в одно время все в операционной. Это нормально, когда кто-то один заканчивает, заходит к другому, там, смотрит, спрашивает, там, мы советуемся друг с другом. Ну, у нас есть еще маленький такой секретик. Ну, не секретик, наверное, уже. Сейчас уже не будет секретиком. Да, если я сейчас про него расскажу. Все будут копировать. На самом деле мы любого пациента обсуждаем. Вот до сегодняшнего дня мы пациентов обсуждаем. То есть каждый высказывает свое... Какой консилиум? Ну, такой мини-консилиум. Обычно это происходит вечером. Мы обсуждаем тактику. И мы обсуждаем объем возможного хирургического вмешательства. То есть это не решение одного человека внутри коллектива. Знаете, у вас очень интересный, я бы сказала, европейский подход. Мы вот с Азизом Дельшовичем, наверное, тоже лет пять назад ездили в Париж. Нас специально возили для обмена опытом. И я сейчас не вспомню, как называется этот крупный институт онкологический. Густав Русси. Да, да, точно, Густав Русси. И там как раз сила этого заведения заключается в том, что пациент, когда он попадает на консультацию, он попадает сразу в такую ромашку. То есть его консультирует онколог, его консультирует онколог-мамолог, химиотерапевт, лучевой терапевт, хирург, психолог и терапевт для определения соматического состояния. И я хочу сказать, что вот ту тематику, которую вы затронули с лучевиками и с вопросом, как взаимодействовать, очень интересная. Вот скажите, реально это сделать в вашей клинике, что вот не только вы втроем, как три хирурга обсуждаете, но вот вы подключаете еще и смежных специалистов. Потому что, ну ведь кому-то нужна химиотерапия, кому-то нужна лучевая терапия, психологические аспекты тоже нужно учитывать. Потому что пациент, это, так сказать, мой следующий вопрос, пациент же может отказываться от реконструктивной хирургии малышей жизни? Как часто он отказывается? Вот, например, вот... Ну, я не скажу в процентном отношении, я просто скажу, что да. Да. Ну, бывает такое, правда. Бывают пациенты, которые категорически отказываются и от реконструкции, и от онкопластических операций, даже при начальных стадиях заболевания. А бывают пациенты, когда там при, ну, относительно так, первично операбельных, но все-таки желательно, где выполнить более радикальный объем вмешательства, да, который, наоборот, наставит на не реконструктивную пластическую, а на органосохранную операцию. Вот в этом плане у нас до ковидного периода, конечно, было полегче. У нас, наверное, одним из первых было внедрено в учреждение, если вы знаете про такой проект, было «Равные консультанты». Да. Да. Вот это было самое первое внедрение, это было на базе Московского клинического научного центра, как раз на базе нашего отделения. Они довольно активно работали и работали с пациентами. Но у нас, вот есть такая очень хорошая предсказка, что лечение пациента с диагнозом «рак молочной железы» начинается с того, в зависимости от того, в какую дверь она войдет. Войдет дверь к хирургу, начинается с хирургического этапа. Войдет дверь к химиотерапевту, однозначно начнется с химиотерапией. Вот у нас, к моей великой гордости, у нас такого нет. То есть обсуждение пациента, оно происходит, конечно, заучено по большей части, но оно всегда происходит. Оно происходит вместе с онкологами, которые занимаются лекарственной терапией. Лучевые терапевты у нас всегда на связи. К сожалению, у нас пока сейчас нет своей базы лучевой терапии, но вот сейчас строится новый корпус. Сейчас Сергей Семенович Собянин анонсировал, что в 2022 году он все-таки достроится, и там будет у нас свое отделение лучевой терапии, что нам позволит привлекать специалистов еще до начала любого вида лечения. И мы там как раз и обсуждаем вопрос, с чего мы начинаем. То есть у нас решение вопроса о тактике лечения пациента, оно всегда было и остается и будет именно мультидисциплинарным, когда там и хирург, и химиотерапевт, и радиотерапевт. Психологов мы привлекаем. Они не постоянно, конечно, участвуют в нашей работе, но у нас есть отдел персонализированной медицины, где наши коллеги тоже молодые, но очень такие. И вот прямо ратуют за свое дело и работают с нашими пациентами. На самом деле у нас пациенты ведутся, могу сказать так, они ведутся за руку. То есть с момента первичного обращения на диагностический этап, у нас пациенты проходят много этапов. Что диагностика до биопсии, что после биопсии, что обследование до начала лечения. Мы каждого пациента ведем. То есть это происходит таким образом на сегодняшний день, что с момента получения гистологического заключения, то есть доктора контролируют. Вот мы сделали биопсию сегодня, пациенты, допустим, молочной железы. Ответ получили через 3-5 дней. Доктор контролирует. Как только он видит, что ответ готов, берется телефон, и администратор звонит пациенту и говорит, здравствуйте, ваш ответ готов, мы вас завтра ждем. То есть у вас такой уровень частной персонализированной клиники? Да. Пациент на следующий день приезжает, как бы пациенту объясняется, что за диагноз. Конечно же, сразу начинаются вопросы. Ну, они на самом деле стандартные. Да, буду жить или не буду, никто не думает о операции. Это все на этом этапе объясняется. Мы как раз хотим внедрить как раз работу с психологами на этом диагностическом этапе, потому что это первое, с чем они сталкиваются. Дальше мы обследуем всех пациентов у нас в центре по органам и системам. И вот когда все готово, мы, если возможно, удаленно консультируем пациента, то есть между собой это и хирурги, и химиотерапевты, и лучевые терапевты, определяем тактику лечения. Если есть необходимость, мы вызываем пациента. Если можно провести заочно, мы проводим заочно, а потом опять же звоним пациенту, мы говорим, приезжайте. И дальше уже на этом приезде, когда пациент полностью готов, мы рассказываем пациенту, какой его дальнейший путь. Что первое, лекарственная терапия, хирургия, планируется, не планируется лучевая терапия. Но на самом деле мне нравится тот подход, который есть, потому что мы его внедрили, в принципе, настроили так относительно недавно, и мы его настроили как раз в этот острый ковидный период, когда мы минимизировали контакты и хождение пациентов по специалистам, по обследованию, с доктором. И он дает свои плоды, потому что, во-первых, пациент быстро получает помощь. С момента первичного обращения до начала лечения. Во-вторых, пациент не ходит по всему команды, сделать компьютерную томографию, идите, делайте где-нибудь. Такого у нас нет. И они довольны, они довольны, в следствии мы довольны. Мы довольны, и руководство довольны, руководство довольны, все довольны. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Эстетика в разрезе с Ольгой Засимовой. Спасибо. Эстетика в разрезе с Ольгой Засимовой. Не уважайте, не уважайте, не уважайте. Спасибо. Продолжение следует...